После сенсационной дебютной ведьмы режиссер Роберт Эггерс вновь приковал к себе интерес. Его новый фильм «Маяк» хвалят за уникальный антураж, но все это не какое-то стечение обстоятельств, а результат работы с деталями, сумасшедший поиск информации и почти научное исследование. Привет, с вами Алексей Луца и еще огромная команда людей, сценарий написал Николай Кубрак, и сегодня мы по косточкам разберем «Маяк». Идея фильма родилась случайно. Брат режиссера Макс Эггерс писал рассказ о привидении на «Маяке», и после нескольких месяцев трудов он признался Роберту, что ничего толкового не выходит. Тогда режиссер предложил отдать идею ему, может быть, получится использовать что-то в новом фильме. Собирая материал, Роберт Эггерс наткнулся на историю, произошедшую на «Маяке» в Уэльсе. Там служили два смотрителя с одинаковым именем Томас, один из которых умер при загадочных обстоятельствах, а второй сошел с ума. После этого режиссер решил снимать кино, взяв за основу схожую концепцию. Эггерс — это настоящий задрот в самом хорошем смысле этого слова. Перед созданием фильмов он долгие месяцы готовится, собирая максимум информации из любых источников, от чтения старых книг до общения с узкопрофильными специалистами. И перед съемками «Маяка» он провел гигантское исследование жизни и нравов в Новой Англии конца XIX века. В итоге, после долгих месяцев трудов, братья Эггерс знали о работниках «Маяков» того периода даже слишком много. Изучили сленг, быт, мелочи вроде пуговиц на одежде. В общем, все те вещи, о которых вы не подумали. А вообще «Маяк» родился из совокупности художественного материала, который вдохновлял Роберта Эггерса в самые разные периоды жизни. Уже в «Ведьме» режиссер дал зрителям понять, что сильно интересуется готической литературой, языческой мифологией, древними религиями и оккультизмом. «Ведьма» была воплощением детского опыта Эггерса, а «Маяк» стал развитием той же темы. В интервью с «Слэшфильм» режиссер рассказал, что на его личность очень повлияла культура, мифы и мрачная атмосфера Новой Англии. Он вспоминает, что часто бывал в доме своего деда, который был построен в 1740 году и граничил с лесом. И вот прогулки по мрачной территории оказали огромное влияние на Роберта, легли в основу его дебютной работы и пробудили интерес к готической эстетике. Поэтому фундамент «Маяка» — не только история просмотрителей Суэльса, сколько творчество Эдгара Алана По, которого с детства обожают братья. Изначально фильм задумывался как вольная экранизация неоконченного одноименного рассказа писателя. И хотя позже от этой идеи отошли, она сильно повлияла на эстетику и сюжет картин. Причем Эдгар Алана По далеко не единственный вдохновитель. Например, в произведении много Лавкрафта. Эггерс отмечает, что во многом вдохновлялся Дагоном, а среди другой, повлиявшей на стиль «Маяка» литературы, Эггерс называет сердце тьмы Джозефа Конрада, а также произведения Элджерана Блэквуда, Германа Меллэла, Сэмюэля Тейлора Колриджа, Роберта Льюиса Стивенсона и Уильяма Шекспира. Последние – это прежде всего основа для монументальных монологов Томаса Уэйка, персонажа Уильяма Дефо. Их автор – сам Роберт Эггерс. Он же взял на себя третий акт. Тогда как брат Макс в основном трудился над первыми двумя. Метод простой, каждый отвечал за то, что у него получается лучше. У Макса был гигантский материал для экспозиции, описания персонажей и локаций, тогда как Роберт больше полагался на близкие ему референсы. Театральность Маяка, которую отмечают критики, это наследие не только Шекспира, но и драматургии Ингмара Бергмана и Майка Ли. Помимо литературы и театра, обе работы Эггерса вдохновлены мифологией. Роберт и Макс – большие поклонники Карла Густафа Юнга, поэтому вместо традиционной религиозной символики они больше полагаются на коллективное бессознательное. Это концепция Юнга о существовании особого вида бессознательного, общего для всего человечества, которое передается поколениями людей. Оба фильма Эггерса напичканы огромным количеством архетипов и символов, отсылающих к древним языческим культам. Если ведьма больше говорила про женский космос, то маяк, наоборот, о мужском мире и сопутствующих борьбе за власть, насилие и похоти. Догоны легенды Новой Англии – удачная оболочка для создания атмосферы, но ядром истории стали, конечно, морские мифы и античная культура. По словам Эггерса, в фильме отражено первое противостояние мятежного титана Прометея и морского божества Протея. Просто в древнегреческих легендах эти двое никогда не сталкивались. Поэтому логично, что в диалогах персонажи пару раз упоминают печень. Уэйк вклинивает в тирады гомеровские метафоры, а одержимость Уинслоу светом, маяка и последний кадр фильма недвусмысленно намекают на известный миф. Финальным результатом гигантского исследования братьев Эггерс стала книга «Справочник», где они подробно расписали всю запланированную эстетику, а также зафиксировали референсы из литературы, живописи, публицистики и даже реальной фотографии XIX века. Мы коснемся этого чуть подробнее в блоках про визуал и язык, но прежде Игорь Максимов расскажет об основной концепции фильма «Натуралистичность». В интервью режиссёры и актёры часто повторяют звучное сочетание прилагательных «красти», «дасти», «расти», «масти». Примерный перевод – это «застарелый», «пыльный», «ржавый» и «затхлый». Набор мрачных эпитетов стал точкой отчёта как для визуальной составляющей, так и для всех остальных аспектов. Застарелые пасмурные картинки не достичь только камерой и эффектами. Секрет оригинальной визуальной эстетики маяка в натуралистичности каждой детали. В фильме почти всё настоящее, причём даже самые неожиданные вещи. Не только костюмы и локации, но и опьянение Паттинсона, поведение чайки и даже бороды актёров. В маяке предельно важна телесность, даже не в самых приятных её проявлениях. Уже ставший мемом «Пердёж героя» Уильяма Дефо введён в повествование не только ради комического эффекта. Таким способом этот персонаж утверждает свою власть. А особенно идеей выхода за границы допустимых норм проникся Роберт Паттинсон, который максимально вжился в роль. Во время съёмок он употреблял алкоголь, пил воду из лужи, мочился в штаны, а в одной из сцен пытался по-настоящему поблевать, чем довёл до бешенства Эггерса и Дефо, едва не сорвав съёмки. Режиссёр не проводил кастинг, потому что изначально видел в ролях Дефо и Паттинсона. Причём по довольно простой причине, их лица удачно вписываются в дух эпохи и образы персонажей. Интуиция не подвела Эггерса. В фильме дуэт отлично работает не только благодаря таланту и самоотдаче актёров, но и за их принципиальной непохожести, которая точно отражает взаимоотношения персонажей. Паттинсон не любит репетиции. Он просто вживается в персонажа по методу Станиславского, культивирует себе должное настроение перед сценой и рефлексирует на камеру. Эггерс даже закономерно сказал актёру, что его лучшие дубли – это первый и двадцатый. Дефо, наоборот, много репетирует, прислушиваясь ко всем комментариям. Разница в методах идеально отразила конфликт и концепцию маяка. Природная натуралистичность живущего ролью Паттинсона против натуральной игры опытного актёра Дефо. Живая атмосфера выстраивается не только благодаря актёрам, а в том числе за счёт деталей быта, интерьера, костюмов и декораций. Пожалуй, самый сумасшедший и завирусившийся факт о маяке – это подвиг команды инженеров, которая построила все декорации с нуля и в натуральную величину. Это не прихоть режиссёра и не погоня за наградами, а яркая иллюстрация общего подхода Эггерса к работе. Всё должно идеально соответствовать заранее продуманному визуальному стилю. Съёмочная команда очень долго искала работающий маяк на территории Новой Шотландии и даже пыталась найти уникальную линзу Френелля, хотя в мире осталась лишь парочка подходящих экземпляров, дорогущего артефакта весом в несколько тонн. Эггерс почти отыскал подходящее сочетание маяка и локаций неподалёку от Галлифакса, но сомнение быстро развеяла исполнившая роль русалки молдавская модель Валерия Караман, которая при первом же взгляде на маяк спросила, что это за уродливое советское дерьмо. В итоге, после долгих поисков, а отсмотрели порядка 70 локаций, Эггерс решил отталкиваться от территории и строить на ней всё с нуля. Подходящий пейзаж нашёлся на мысе Форчу в Новой Шотландии, который благодаря монтажу с подснятыми с других локаций материалами удачно выдали за остров. Строительство стало тяжёлым испытанием для художника-постановщика Крейга Лептропа и команды инженеров. Эггерс, ориентируясь на погоду, запланировал съёмочный период на середину весны, поэтому строить маяк и все сопутствующие здания нужно было зимой. А зима на Форчу – это настоящий ад. Чтобы понять, насколько ужасными были условия, достаточно сказать, что все бури и дожди в фильме настоящие. Вильям Дефо уже в апреле жаловался, что невозможно играть с красным носом. Строителям же зимой пришлось бороться со льдом и надеяться, что собранный в короткий срок 21-метровый маяк из фанеры и хрупких материалов устоит под шквальным ветром. Результат оказался феноменальным. Лептропа-команда создали фактически действующий маяк, который с фейковой стеклянной линзой бил светом на радиус в 25 километров. Но непосредственно внутри маяка сняли совсем немного сцен. Он оказался настолько тесным, что актёры и съёмочная команда не помещались внутри во время бытовых эпизодов. Поэтому часть декорации пришлось выстроить отдельно в звуковом павильоне. Мебель также пришлось делать самостоятельно, подгоняя всё под узкие рамки кадра. Эггерс, как бывший театральный кинодиректор, особенно внимательно относился к художественному оформлению. Вместе с Лептропом они сформировали чёткое видение каждого элемента быта персонажей. От потрёпанных временем складов до реальной столовой утвари того времени. Именно внимание к деталям создаёт достоверную визуальную эстетику фильма. Нам нужны были подробности, маленькие детали. Если детали неубедительны, то зритель сразу же почувствует фальшь. Я всегда стараюсь найти как можно больше исторических деталей. Например, я прочитал руководство ведомства маяков и сделал всё, что в них описано. От канистр для горючего до инструментов, и от набора для чистки линз до столовых приборов и чашек. Арт-отдел нашёл даже совок для мусора с печатью ведомства маяков. Позаимствовав его у коллекционера, мы сделали его копию для фильма. Художник по костюмам Линда Мьюер проделала не менее сложную работу. Основываясь на фотографиях и архивных материалах, она изучила реальную одежду моряков и работников маяков Новой Англии конца 19 века. Большая часть костюмов, конечно, была пошита из найденных на ebay материалов. Но здесь вновь удивляет внимание к деталям. Линда отыскала фирменные пуговицы ведомства маяков того времени и пришила их к каждой форме. Предельный реализм стал основой для работы со звуком. Звукорежиссёр Дэмиан Волб готовился так же серьёзно, как и братья Эггерс во время предпродакшена. Ставший лейтмотивом фильма «Звук сирены» это не просто запись, а сложный микс звуков, которые слегка отличаются от сирены, но зато оказывают должный пугающий эффект на зрителя. В процессе его создания Волб отыскал на ютубе специалиста по морским горнам и после долгих консультаций добился должной обработки звука для создания сирены. Все остальные эффекты также плод долгих исследований. Часть звуков Дэмиан отыскал неподалёку от своего дома в Нью-Йорке, а за некоторыми, вроде скрипа деревянного пола, выезжал на реальные маяки. Шум моря и звук волн тоже оттуда. Волб поместил крошечные микрофоны в раковины моллюсков и записал настоящие звуки. И метеоризм Вейка, конечно, не игра Дефо, а плод работы звукорежиссёра с сочетанием шумов. Одержимость Эггерса натуралистичностью порой ограничат с абсурдом и осложняют режиссёру жизнь. После опыта с Ведьмой и Маяком он заявил, что больше никогда не станет давать животным важные для сюжета роли. Справиться с тремя доставленными из Британии дрессированными чайками оказалось ещё сложнее, чем с упрямым козлом Чёрным Филиппом на предыдущем проекте. Все эпизоды с чайками снимались в последние дни, и процесс был довольно мучительным. Эггерс сказал, что это было самым сложным моментом за весь съёмочный период. А вот апофеоз фанатичного стремления к реализму. Некоторых зрителей Маяка шокировали жуткие гениталии русалки, которую Эггерс сам прозвал Антиареэль. Так вот, даже они созданы не спонтанно, а вдохновлены физиологией настоящей акулы. Про натуралистичность мы рассказали, а вот про визуал расскажет Александр Рыбаков. Столь натуральный фон стал важнейшей основой для самого продающего элемента фильма. Его визуальные эстетики. Полузабытый формат кадра, проработанные мизансцены и талантливая игра со светом сделали визуал главной фишкой фильма. Даже проигнорировавшие все остальные элементы, академики номинировали Ярина Блажки на Оскар за лучшую операторскую работу. Визуальное повествование Маяка формировалось задолго до съёмок. Во время работы над уже упомянутой книгой-справочником, которую братья Эггерс плотно набили референсами. По интернету гуляет сравнение эффектного кадра из фильма с картиной «Гипноз» Саши Шнайдера. Но немецкий модернист далеко не единственный художник, которым вдохновлялся Эггерс. Среди основных вдохновителей он также называет и других религиозных символистов – Арнольда Бёклина и Жанна Дель Вилля. Что касается большинства пейзажей, то здесь режиссёр, как и Андрей Извягинцев, во время работы над «Изгнанием» ориентировался на Эндри Уайета. Эггерс с особенной симпатией относится к живописцу, который также родился в штате Мэн и всю свою жизнь, изображал архетипичную Новую Англию. Самые мрачные его работы стали визуальным фундаментом и для ведьмы. Из живописи Роберт Эггерс взял и недооценённый в кино приём «Киароскуро» – изображение, создаваемое за счёт градации света и тени, а также распределения цветов по яркости. «Киароскуро» позволяет передать объём даже в самых аскетичных кадрах. Ровно поэтому этот приём первыми в кинематографе взяли на вооружение немецкие экспрессионисты – одни из главных вдохновителей Эггерса. Режиссёр называет Носферату Фридриха Вильгельма Мурнау своим любимым фильмом и уже несколько лет безуспешно пытается снять его ремейк. Стилистика немецкого экспрессионизма, а особенно Мурнау, Фрица Ланга и Георга Вильгельма Папста постоянно появляется в работах Эггерса. Особенно это заметно в «Маяке», который сделан как явный омаш не только великим немцам, но и всему раннему звуковому кинематографу. Также в нём угадывается, например, вдохновление смотрителям «Маяка» Жанна Гремьёна. Пытаясь подражать фильмам 20-30-х годов, Эггерс не отрицает влияние и других важных режиссёров. В различных интервью о «Маяке» среди источников вдохновения он напоминает землю Александра Довженко, ранние картины Сергея Эйзенштейна и Акиры Курасавы, а также голову ластик Дэвида Линча и ключевые работы Беллы Тара. Влияние последнего особенно ощутимо. В одном из интервью Эггерс объясняет шутку с пердежом в самом начале фильма как необходимый элемент, чтобы зритель не подумал, что он смотрит какой-то венгерский арт-хаус. В другом он признаётся, что обожает великого современника, и что в некоторых сценах «Маяка» пытался скопировать знаменитый ветер Белла Тары, создание разрушительной и мрачной ветряной погоды за счёт декораций, пейзажей и операторской работы, ставшей визитной карточкой Тара. Также вполне явственно считывается влияние и другого великого автора, которого режиссёр иногда упоминает в разговорах о «Маяке» — Ингмара Бергмана. Эггерс явно очень старался снять типично бергмановские крупные планы максимально близко к оригиналу. Решение снимать именно в таком, совсем нетипичном для современного кино стиле, было принято на самом старте производства. Первое, что Эггерс указал в сценарии, это то, что фильм будет снят на 35-мм плёнку. Вслед за упомянутыми выше референсами, особенно с Сашей Шнайдером и немецкими экспрессионистами, появилась идея не просто состарить плёнку и сделать её затёртой, а по возможности снять всё на старинную аппаратуру. Оператор Ярин Блажке знаком с боссами компании Panavision, поэтому ему удалось заполучить для съёмок фактически музейную аппаратуру. Старые линзы, которые использовались в первой половине века, и столь же древний объектив Болтар. Хотя фильм снимался на более-менее современную плёночную камеру Panavision Millennium XL2. У столь старинной техники в сочетании с 35-мм дабл-Х с киноплёнкой есть большой плюс. Оно очень натурально сглаживает тон кожи и делает фон ярким. Но есть и обратная сторона. При естественном освещении фон становится даже слишком ярким и перетягивает на себя всё внимание. Поэтому Блажке пришлось кое-что усовершенствовать. В сотрудничестве с компанией Schneider Filters он создал фильтр, имитирующий эффект ортохроматической плёнки. Это в итоге позволило уравновесить композицию света и добиться эффекта старого кино. Перед каждой сценой Блажке буквально собирал камеру-конструктор из аппаратуры трёх разных эпох. Но труды того стоили. Картинка получилась именно такой, как хотел Эггерс, даже со столь любимыми им небольшими операциями, оптическими погрешностями или искажениями, которые проявляются на плёнке, что придают должной атмосфере. Столь сложные манипуляции – это следствие, в том числе и съёмок при естественном освещении. Ратуя за натуралистичность, Эггерс решил обойтись без искусственного света, поставив этим команду операторов сложное положение, ведь действие фильма происходило на пасмурном острове в доэлектрическую эпоху. На улице спасали как раз плёнка и аппаратура, но для сцен в помещениях пришлось снова изобретать необычные методы. Из источников освещения были только окна, которые не должны были забирать на себя всё внимание, а также настоящие керосиновые лампы. Но даже для такой чувствительной плёнки света на лицах актёров оставалось слишком мало. Дефой и Паттинсон даже не видели мимику друг друга при свете керосиновых ламп. В немом кино в аналогичных случаях выручал грим. Белые лица ранних актёров были не эстетическим приёмом, а необходимостью. Эггерсу и Блажке пришлось выкручиваться иначе и слегка нарушить свои же правила. Вместо искусственного освещения на камеру был установлен маленький диммер с лампой мощностью 600 Вт, а внутрь керосиновых ламп прятали галогенные мощностью 500-800 Вт. Этого вполне хватало, чтобы компенсировать недостаток света в некоторых сценах. С Метрополисом и другими фильмами ранней эпохи кинематографа маяк роднит и редкий размер кадра. Многие принимают его за 4 к 3, но на деле это 1,19 к 1, то есть кадр практически квадратный. Это тоже не пижонство, а необходимость. Во-первых, Эггерс снимает фильм о вертикальном объекте. Такой формат позволяет лучше акцентировать внимание на маяке и других вытянутых вверх предметах. Во-вторых, необходимо было создать тесную, неуютную и клаустрофобическую атмосферу. С помощью такого соотношения сторон это удается сделать с самых первых кадров. В-третьих, такой кадр отлично обрамляет тесные интерьеры, лишая их лишних пустых пространств. Но при всех невероятных усилиях съемочной команды, маяк нельзя считать ни точным воссозданием фильмов 20-х, ни их идеальной имитацией. Эггерсы и Блажки во многом подражали культовым ранним режиссерам, но стопроцентно воссоздать их стиль попросту невозможно. Сегодня нет ни большинства необходимых технологий, ни людей с нужным набором умений. Визуальный стиль маяка – это не игра в немецкий экспрессионизм и не выпендрёжа ради выпендрёжа, а средство для рассказа конкретной истории. При всем формализме Эггерса сценарий маяка не ложится ни на какую другую эстетику. Режиссер поставил себе задачу максимально доходчиво передать дух истории, которая, как заявляет сам Эггерс, показана глазами персонажа Паттинсона. И если максимально упростить, то маяк – это сюжет о том, как герой, видящий мир тесным и черно-белым, пытается добраться до света. Что ж, про визуал мы рассказали, а про сложности и хитросплетение языка в картине расскажет Юрий Кулагин. Даже самый изящный визуал не работает без языка, артикулируемого и метафорического. Поэтому еще одним важнейшим направлением глобального подготовительного исследования братьев Эггерс стала лингвистика. Персонажей всего двое, но для каждого создан уникальный говор и манера. В обоих случаях, помимо прочего, в основе лежит диалект «Новой Англии», вариант которого мы видели еще в «Ведьме». Именно язык первого фильма Эггерса привел в проект Уильяма Дефо. Актер был в таком восторге от «Ведьмы», что сам пригласил режиссера на встречу, где тот, пользуясь моментом, рассказал о новой задумке. Актера, воспитанного театром, впечатлила поэтичность сценария и камерность постановки. Он дал согласие уже через пару дней после утверждения Паттинсона. Помимо погодных условий и выходок вжившегося в роль слегка безумного партнера, перед Дефо встал еще один вызов – сформировать для персонажа язык на стыке нескольких стилей. Мы уже упоминали, что Эггерс брал за основу стилистику произведений Мелвилла, Кольриджа и Стивенсона. Это касается в первую очередь персонажа Дефо, Томаса Уэйка. Ему приходилось сочетать манеру этой троицы со стилем Милтона и шекспировскими монологами, добавляя ко всему прочему специфические диалекты моряков. Здесь Эггерсу очень помогло наследие Сары Орн Джуитт, писательницы, исследовавшей быт работяг конца XIX века. В ее книгах зафиксировано общение с моряками, фермерами и лесорубами. Помимо прочего, ее произведения наполнены различным морским фольклором. На основе ее библиографии братья Эггерс создали целый словарь из выражений моряков и фермеров штата Мэн того времени, из которого в дальнейшем мы и конструировали диалоги персонажей. Творчество Джуитт стало важнейшим элементом для формирования языкового стиля маяка, причем для обоих героев. Особенность Уэйка не только в забавных морских поговорках, проклятиях и пафосных репликах, но и в темпоритме монологов. Этому режиссер уделял особое внимание, постоянно поправляя именитого актера. Тот реагировал спокойно и, в отличие от Паттинсона, получал удовольствие от театральной атмосферы репетиций и длиннющих насыщенных речей. У Дефо есть эта сверхъестественная способность следовать самым конкретным указаниям. Я мог попросить его произнести второе слово в третьей строке первого предложения немного быстрее, а затем понизить голос на полтона, и он в точности выполнял все это. И, конечно же, он действительно живет каждой чертой своего героя. Он одновременно ужасный и смешной. Он мастер. Не больше, не меньше. Метод Паттинсона радикально отличается от техники Дефо. 33-летний британец, в отличие от большинства членов съемочной группы, жил не среди декораций, а в отеле. Зато по приезду на площадку быстро начинал входить в необходимую форму. Бил себя по лицу, ходил кругами, вставлял пальцы в рот и всячески расшатывал психику для воссоздания сходящего с ума персонажа. Паттинсон не знал предысторию своего героя, а Эггерс из принципа ее не рассказывал. Поэтому актер проводил собственные исследования и придумывал трактовки, которые помогали придать его герою загадочности. У Уинслоу реплик намного меньше, чем у Уэйка, поэтому Паттинсон больше полагался на мимику и язык тела. Но для него также был создан особый диалект на основе наследия Сары Орн-Джуэт и лингвистических поисков Эггерса. Режиссер сконцентрировался на мелочах и создал специально для Роберта особый, не имеющий аналогов сложнейший диалект. Это была комбинация трех-четырех акцентов, для которой нет современного эталона. Я никогда не хотел быть ни будучи, ни слава, и принимать эту работу. И это не право. Эти большинства больше рамшаклы, чем любые шанты-бойки, которые я никогда не видел. Актеру просто не на кого было ориентироваться. Он с трудом искал золотую середину и периодически сваливался то в один акцент, то в другой. Помимо уникального языка двух героев, маяк говорит со зрителем еще и на метафорическом уровне. Кроме референсов и визуальных символов, Эггерс наводнил пространство картины еще и наследием психоанализа. Не случайно буквально в каждом интервью режиссер шутит. Когда двое мужчин остаются наедине внутри огромного фаллоса, не ждите ничего хорошего. Разговоры Уинслоу и Уэйка во многом вдохновлены как классической беседой аналитика и пациента, когда один слушает, а другой постоянно говорит, так и радикальными техниками, как в эпизоде с нарастающим обоюдным «What?». Показательно, что ровно за ним следует пламенный монолог Дефо, наполовину состоящий из мифологических оборотов. Любопытно, что он снят одним, первым же дублем, а актер за две минуты ни разу не моргнул. «Маяк» — это фильм, где Фрейд мирится с юнгом. О втором мы уже говорили выше, весь мифический пласт картины выстроен на архетипах. От Фрейда же, помимо техник беседы, присутствует классическое отражение бессознательного в кино. Подвал, темнота, вода и словесные игры. Например, «Wake», который символизирует бога Протея, все время называет «Winslow Dog», но в финале угнетенный помощник буквально низвергает своего оппонента с «God» до «Dog». Закономерно, что в итоге бог вообще оказывается под землей. Но столь любимый Эггерсом психоанализ Фрейда и аналитическая психология Юнга — лишь один из способов трактовки «Маяка». Здесь множество непротиворечащих друг другу смысловых пластов. «Маяк» можно воспринимать как трагедию сходящего с ума человека. Как борьбу двух мужчин за власть. Как встречу одного и того же человека из разных временных промежутков времени. Как сюрреалистическую битву мифических персонажей. Как попытку героя исследовать свое бессознательное. Или как совсем прямолинейную историю о двух смотрителях «Маяка», которые сходят с ума от алкоголя и изоляции. В конечном итоге решать зрителю. А с вами были Алексей Луцай, Игорь Максимов, Юрий Кулагин, Александр Рыбаков и Николай Кубрак. Еще увидимся. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok